Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня воскресенье, 8 ноября, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Эфесиным, вторую главу с 4 по 10 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И во благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И во моего творения, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Какой красивый отрывок, дорогие братья и сестры. Можно сказать, что своего рода даже гимн, гимн божественной любви и спасения, которое Бог даровал нам через Иисуса Христа. Посмотрим на конкретные отрывки этого гимна. То есть начинается с 4 стиха. «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас». То есть Бог, Он богат милостью. Это с точки зрения христианина, с точки зрения христианства очевидный тезис, что Бог есть милость, Бог есть любовь, Бог есть доброта. То есть, с одной стороны, кажется, что как может быть иначе, но нужно помнить о том, что все-таки в разных традициях религиозных, в том числе и в языческих, да даже и в Ветхом Завете, Бог, может быть, не в такой степени был Богом любви, как это стало в христианстве. Бог – это судья, Бог – это справедливость. Ну, языческие боги вообще были разными. Были и грозные, были и добрые, были и такие немножечко аморальные даже. Наверное, да, среди языческих богов мы можем таких найти. Были такие лукавые, да, разные, в общем, были божества в язычестве. Но чтобы Бог олицетворялся именно с любовью, с безграничной любовью к миру и к человеку, это, конечно, наверное, в большей степени позиционируется в христианстве, чем где бы то ни было. Вот, это действительно так. И как раз апостол Павел продолжает рассуждать о том, что же Бог сотворил, да, что Он сделал, проявляя свою любовь. По своей великой любви, четвертый стих, который возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом. Вот, благодатью вы спасены, да, то есть такое уточнение. Апостол Павел здесь, как всегда, отмечает, обращает наше внимание, акцентирует наше внимание на том, что мы благодатью спасены, то есть по дару. Бог нас любит так, что дает нам спасение даром. Оживотворяет нас со Христом, мертвых по преступлениям, да. Всякий человек, который не во Христе, который не получает оправдания по вере в Иисуса Христа, он мертв по преступлениям. Почему? Да все очень просто. Мы с вами как-то говорили, уже рассуждая над посланием к Галатам, что человек перед лицом закона так или иначе всегда проиграет, да. Человек имеет ограниченность свою, имеет свою греховность, да, свою падшую природу. Поэтому, сталкиваясь с законом, человек неизбежно будет совершать преступление. Закон просто будет показывать, идентифицировать те или иные человеческие проступки, человеческие грехи, ошибки. И получается, что если пытаться спастись по закону, то это будет невозможно. Потому что мы не сможем выполнить всех требований закона. И у нас, соответственно, с вами будут преступления. А за преступление следует наказание. По большому счету смерть, да. Закон – это и обличитель, и провокатор в какой-то степени, и палач. Поэтому, кто не соблюдает весь закон, тому голова с плеч. Вот поэтому мы мертвы по преступлениям. Но нас оживотворил со Христом Бог, богатый своей милостью. Шестой стих. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Очень интересно, братья и сестры, что во всех этих случаях мы видим, что употребляется прошедшее время. То есть Бог возлюбил и оживотворил со Христом, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Как это понимать? Ведь, собственно говоря, с Иисусом Христом все это действительно произошло. Но мы-то ведь еще здесь живем на земле, и совершаем грехи, и еще не умерли в нашем физическом теле, соответственно, не воскресли, и не сидим на небесах. Но дело в том, что есть такое понятие в богословии, учение, можно сказать, о Христе, как о корпоративной личности. То есть, как Адам, это корпоративная личность своего рода, то есть, когда Адам согрешил, то в нем согрешил весь род человеческий. То есть, в нем уже заключался весь род человеческий, все человечество, как в корпоративной личности. И также со Христом. Во Христе уже объективно Бог нам все это даровал. Он нас возлюбил, Он нас оживотворил, воскресил, посадил на небесах. Все это с Иисусом Христом уже произошло, а значит, христиане, которые крестились во Христа Иисуса, они тоже, как в корпоративной личности, во Христе уже, так сказать, на всех этих этапах находятся с объективной точки зрения. Но есть еще и субъективная сторона. То, насколько каждый конкретный человек дает себе возможность быть частью этой корпоративной личности. Вот это уже то, что, скажем, исходит от самого человека. То есть объективно спасение уже пришло, его Бог уже даровал во Христе Иисусе. Наша задача теперь стать наследниками этого спасения, открыться этому спасению. Потому что главный субъект спасения все равно Бог. Мы об этом уже как-то говорили, рассуждая о послании к филиппийцам. Помните, где было сказано, что Бог в нас производит и хотение, и действие по своему благоволению. Действительно, спасение в глобальном смысле слова зависит от Бога. Но от нас зависит настолько, что мы сможем открыться этому спасению. Бог есть тот, кто, можно сказать, сеет спасение. Мы есть почва. Так вот наша задача быть хорошей почвой, благодатной, плодотворной почвой. Ну и далее. Седьмой стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Ну это продолжение вот этого торжественного гимна. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Ну вот, это та самая мысль, которая свойственна апостолу Павлу на протяжении всех его посланий, что мы благодатью спасены через веру. То есть доверяя Иисусу Христу, мы получаем благодать, благой дар Божьего спасения. Не от нас это происходит, да, не по человеческим усилиям. Сам человек не способен себя спасти. Поэтому это происходит как Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Тоже очень важно, да. Чтобы никто не думал похвалиться своим спасением, что это «я его заслужил, я его заработал». Ни в коем случае. Вот как только человек начинает хоть чуть-чуть думать таким, образом, так сразу спасение от него ускользает. Как только человек считает, что он сейчас поможет Богу в своем спасении, да, чтобы Бог, так сказать, спас его на 90%, пускай, да, а я 10% от себя добавлю. Нет, Бог спас нас на 100%. Наша задача просто на все эти 100% принять это спасение, принять этот Божий дар. Вот, это чрезвычайно важно понимать. И 10 стих, такое красивое завершение сегодняшнего отрывка. «Ибо мы его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть вот наш ответ. Мы во Христе Иисусе созданы. Мы новое творение во Христе Иисусе. И созданы мы на добрые дела. Бог нам предназначил их исполнять. Бог нас создал для блага, для созидания, для творчества, для любви, для света, для радости. И вот, обновляясь во Христе, то есть становясь новым творением во Христе, мы отчетливо начинаем понимать наше предназначение, которое дал каждому из нас Бог. Быть продолжателями божественного дела здесь, на земле. Творить добрые дела, творить дела любви, милосердия, сострадания, ну и все то, что является неотъемлемыми христианскими ценностями. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к Эфесиным, вторую главу, с четвертого по десятой стихи. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключена великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова